Продолжение следует... Я хотел начать с твоих эмоциональных ощущений от выходных, ну и в целом физического состояния, потому что работать пришлось очень много в эти выходные. Ну, я был измотан, конечно, но это... Но не побежден. Потрепан, да, потрепан довольно сильно, но действительно не побежден. И после выхода из эфира с UFC 302 я находился сам почти в нокаутированном состоянии. В Гроге. Да, в Гроге. В глубокой Гроге. А эффект макаронных ног присутствовал? К счастью, нет. У меня пришлось ехать за рулем, так что поездка была, скажем так, бывала и хуже. Вот, но в процессе, в процессе, то есть мне пришлось комментировать бой Ислама с Парье стоя. Чтобы не вырубиться. Да, потому что я был близок к тому, чтобы просто отключиться. Как, знаешь, когда вынимают из розетки какой-то прибор. Вот со мной могло произойти примерно то же самое. Вот, событий-то, короче, было много. И, естественно, Ислам Махачев Парье – это такая центральная вещь всех выходных. Наверное, вот Ислам Парье и бой Дмитрия Бивола – это два главных события. При этом, если бы бой Бивола и Бетербеева был бы, и бой Махачева и Парье, тут вообще было бы интересно, что мощнее. Потому что бой Бивола и Бетербеева, скорее всего, был бы даже посолиднее. На 100%. Но мы увидим бой Бивола и Бетербеева теперь 12 октября в Эрриаде. И вообще интересно, как там у нас структурирован карт. Продолжится ли игра Саудитов в вот это вот Фрэнк Уоррен против Эдди Хирна, кто кого, там баллы, очки и так далее. Ну, интересно, интересная была штуковина. Но предлагаю начать все-таки с Парье. Вообще, я предварительный карт, работал-то основной. В целом могу сказать одно. Если бы не бой Махачева и Парье, этот турнир, наверное, бы можно было считать одним из самых затяжных и не самых зрелищных. Ну, провальным. Его можно было бы считать провальным на 100%, потому что это выставлялось как такое мега-событие. И в итоге вот все вытащил мейн-эвент. Потому что то уныние, которое царило и на трибунах, и вообще и в нашей кавитаторской после боя Стрикланда против Косты, ну, сложно было передать словами. Это было просто отвратительно, то, что устроили Косты и Стрикланд. Но в результате Ислам с Дастином просто вытащили все с лихвой. Вот там в одном из телеграм-каналов я смотрел сейчас результаты опроса. Вот зрители типа, на какую оценку вы ставите этому турниру? И все пять, пять. Ну, конечно, на эмоциях. Вот Ислам выиграл. Но то есть запомнили только этот бой. Как будто он один был, и остального больше ничего не было. Хотя было несколько тоже еще интересных моментов. Но мне кажется, вот если брать бои, именно бои, там 12-13 боев было всего в карте, выделяются два. То есть этот выделяется бой по всем показателям. Медийность, первый номер, по-по-по. Ну, короче, не надо объяснять. А второй бой, это поединок Мики Гала и Басила Хафеза. Который был в ранних прилимах, но парни устроили там вообще такую мясорубку. То есть если бы не этот бой, однозначно бой вечера ушел бы туда. Но здесь статус и бой крутой. И вообще, ну, все было просто невероятно. Поэтому, конечно, они по делу забрали. И если бы бой Гала и Хафеза был бы на другом турнире, там, может, в Апексе или еще где-нибудь, они вообще были бы там чуть ли не главными звездами. Но получилось-то как получилось. И, в принципе, ожидание от этого боя, вот тот самый случай, да, Парея и Махачева, который превзошел ожидание даже. Потому что многие думали, что Ислам победит его легче. Вот я не думал. Я думал, что это будет очень тяжело. Это выражалось такое, знаешь, состояние тревоги. Потому что я видел, как ведет себя Парея. Он обычно так себя не ведет. Насколько он заряжен, насколько он переживал. И вот тот факт, что он дочь свою посадил в первом ряду, как бы, знаешь, как будто сжигая мосты. Что не будет, он не должен себе дать даже одного процента послабления в этом бою. Он вот выходил, как на настоящую битву. И в результате это все вылилось в то, что Исламу тоже пришлось. Вот он оказался у той черты, когда вот надо включать на 100% характер. Иначе все, иначе будет поражение. И этот бой просто смотрелся на одном дыхании. Вот знаешь, как будто вот я нырнул в воду, задержал дыхание и вынырнул в момент, когда Исламу провел этот удушающий. Кстати, там Брабо или Дарс? Потому что Дарс был объявлен, а вот сейчас я смотрю в Википедии Брабо. То есть они даже не могут... Нет, дело в том, что там же разница Брабо и Дарса, просто сторона, в которой делается, и все. Поэтому, да, сначала Дарс объявили сильно, похоже, это был Брабо. Судя дело, это не меняет. Мне знаешь, что интересно? Вот ты как считаешь? Первый раунд, полет нормальный, хорошая борьба, диагональ, заходы, Хабиб стайл, вообще все тут было именно по лекалу школы Абдулманапа. Первый раунд. Во втором начинаются вот эти вещи в стойке. С твоей точки зрения, это то, что допускал себе, допустим, Хабиб в четвертом раунде с Эквинтой, или в третьем раунде с Макгрегором. Или же это вынужденные меры, и действительно у Ислама не проходила борьба. Она не проходила. То есть именно это. Она не проходила. И знаешь, мне кажется, здесь такой момент. Ведь Парье сказал, что он просто пахал, как ломовая лошадь, весь кемп, весь кемп в защите от тейкдаунов, вставания. И он же вставал. То есть оказалось, кто вообще вставал из-под Хабиба или из-под Ислама. Таких людей я вообще, может, пару только... Классная фотка. Да, и было видно, что борьба работает, но там борьба Ислама от того, что должно было быть, от того, что предполагалось, ну, 20-30% работало. Но Ислам насколько круто смотрелся в стойке против одного из опаснейших ударников вообще, в принципе, в UFC и всех весовых категорий. Это прям, это вот был такой прям зубодробительный бой, то есть просто в напряжении, которое держал неимоверным. В любой момент могло закончиться. И какие подачи прилетали Исламу, какое рассечение было у него. И как он сам попадал. Там локоть, да, очень круто подключил Парье. Меня еще удивило то, сколько пропустил по корпусу Ислам суммарно за этот бой. И при этом он не замедлялся, несмотря, как мы уже теперь знаем, на стафилококковую инфекцию. Не знаем, были ли там антибиотики, но точно было то, что разрешено. Да, и насколько это могло повлиять на его физику. То есть диванные инфекционисты все-таки оказались правы. Ну, Ислам же подтвердил это. Да, ну он уже после боя подтвердил. Да, после боя, конечно. Вот, и несмотря на все эти удары, вообще в Клинче здорово работал Парье, удары по корпусу, апперкот на коротке. Все это принимал Ислам. И реально, вот надо отметить, в первую очередь, наверное, держак Ислама. В принципе, не только удары в голову, но и удары в корпус. Это просто мы-то ждали, ну не то, что мы, многие ждали легкой прогулки. Он просто выйдет, заборет, задушит. Но Ислам ждал именно такой собачий бой. Он был готов психологически к тому, чтобы принять очень серьезный ущерб в этом бою. И так и получилось. Если бы он не был готов вот к такому поединку, он бы не вывез просто. И он бы не сделал то, что он сделал в пятом раунде. Да, наверное, так. Это вот как история с Кормье. Помнишь, когда Кормье говорил про Рамбла, что когда ты выходишь с этим человеком драться, ты должен быть готов, чтобы тебе будут приезжать такие подачи, что ты будешь почти терять сознание. И вот к этому психологически, если ты не готов, то будет как Бейдер, который испугался, затрясся и сразу проиграл. Но была ли у Ислама цель провести настолько яркий бой, то есть именно запомниться? Или же... Как? Имеется в виду, что, смотри, здесь история про преодоление. Отчасти, наверное, и... Для обоих причем. Да. Можно ли считать эту победу героической, действительно, или нет? Неважно, кому бы она досталась, она была героическая по такому бою. То есть она выливая по характеру. Да. Несмотря на то, что, как мы теперь знаем, в карточках судей, к пятому раунду у двоих судей было 3-1 в пользу Ислама, и у одного было 2-2. То есть, по сути, получается, что пятый раунд не был решающим. Если бы Парье забрал пятый раунд и бой бы дошел до решения, это была бы победа раздельным решением в пользу Ислама. То есть двое судей поставили бы 3-2. Да. И один 3-2 в пользу Парье. Но дело в том, что вот когда я смотрел этот бой, прям по ходу поединка, у меня действительно тоже сложилось мнение, что 2-2 может быть к пятому раунду. И второй и четвертый, прямо по ходу, я понимал, что их могут отдать. И в принципе, есть комментарии, куда смотрел этот судья вообще, как можно было отдать второй и четвертый Парье, за что и так далее. Но если абстрагироваться от боления за Ислама, и посмотреть на этот бой просто с глазами боеца А и боец Б, то можно. Можно было, могло бы быть все, что угодно абсолютно. Нет, ну первый и третий нельзя было не отдать Исламу, это факт. Ну да, то есть могло бы быть все, что угодно. Почему? Потому что после того, как судили Петра Яна, я уже ничему абсолютно не удивляюсь, потому что касается именно наших бойцов в чемпионских поединках. Если нет досрочной победы, жди любого сюрприза абсолютно, даже самого невероятного. То есть там и первый, и третий, мне кажется, могли бы вообще все, что угодно отдать Парье. Поэтому никакой уверенности не было, и то, что именно удалось закончить удушающим, но Ислам показал, что он может, ну как он сам потом сказал, то что я настолько много тренировал этот прием, что я могу его сделать там в бессознательном состоянии. Теперь еще про Дастина, потому что он же поговаривал о том, что он может завершить карьеру и так далее. Транслячески намекали об этом вот на пресс-конференции. Каждый вопрос журналистов типа с таким хихиканьем намекал на то, что вот вы типа заканчиваете карьеру. Но я так понимаю... Перчатки он не положил. Они смотрели, кстати, довольно-таки так убого, если честно. С самого начала трансляции режиссер прямо наезжал иногда на перчатки, то есть боец готовится зайти в клетку, и прям план 10 секунд держит перчатку эту. Они какие-то громоздкие что ли, неаккуратные. Не знаю, на фоне вот именно предыдущих. Те были такие более точеные. Посмотрим, как они дальше будут жить, эти перчатки. Но факт остается фактом. Парье эти перчатки в центр не положил, про завершение карьеры не сказал. Я этому вообще очень рад, потому что бои Парье – это отдельный вид искусства внутри ММА, и их все любят. С кем бы он ни дрался. Это вот человек, который, ну, говорят же, живой памятник. Вот он уже не закончил еще карьеру, а он уже живой памятник самому себе. То есть вот завтра он заканчивает карьеру, и сразу же, он уже может быть сейчас в зале Слава. Абсолютно точно. Но он просто еще дерется. Только по этой причине он не там. Да, и теперь интересно, что будет дальше в карьере. Парье, да, кого ему предложат, какие. То есть любой вариант будет интересным для Дастина Парье. А Ислам сказал, что он хочет 77, и тут возникает этот момент. Тренировочный лагерь с Белялом. Если Белял выиграет у Эдвардса, зачем этот бой нужен? Скорее всего, не нужен. Если не выиграть, то будет неплохо с Эдвардсом. Но самое главное, что он сказал Уайт. Уайт сказал, что он хочет видеть бойца Рукьяна и Махачева, по его мнению, весь мир. И мы тоже хотим. И весь мир, столь веренит Уайта. Вот это важно. Потому что мы хотим, это понятно, наши фанатские какие-то мысли по этому поводу. Но если брать просто эту историю без какого-то контекста, то что получается? Это первая защита Ислама против бойца из своего дивизиона. Но надо, наверное... Но особые душнилые скажут, а Парье дрался в полулегком. Нет, я имею в виду, вот именно против легковеса. Ну, когда он дрался-то полулегком? Ну, давно, понятно. Да, он настоящий легковес. Вот. То есть осталось еще очень много хороших бойцов. Но действительно, вот это все выглядит так, что Арман сейчас, это просто железо-беток. Плюс он же выиграл в претенденском бою. Конечно, да. Ему обещали, значит, должен подраться, чтобы все было честно. Но никто не обещал именно Ислама. Да. И вот тут возникает такая сентенция. Я тебе о ней говорил и вам тоже расскажу. Просто гипотетически. Да, опять же. Если Эдвардс выиграет у Беляла и промоушен идет на бой Махачева против Эдвардса и будет это отдельно как-то там суперски продавать, то Царуокеану придется проводить бой, возможно, за временный пояс. И такая практика была. Почему бы и нет? И тогда его могут свести, например, с каким-нибудь холловой легендой. Просто непонятно, зачем вот это все делать. Потому что вот напрашивается вам супер бой в Абу-Дабе осенью. Да, там, когда в октябре они всегда турнир проводят. Это просто пушка. И это просто два лучших легковеса на данный момент в UFC. Плохой вариант. У Ислама проблемы со здоровьем. Не дай бог. Да? Возникает проблема. Он не может драться осенью. Неважно по каким причинам. Но не может. Что делать Царуокеану в этой ситуации? Сидеть и ждать просто? Когда ему через год дадут бой? Это всегда дилемма. Или рискнуть и провести бой против опасного какого-нибудь соперника. Или же подождать. Это уже сам Арман решит. Все бойцы делятся на две категории. Одни принимают. И некоторые потом горько жалеют об этом даже многие всю жизнь. Потому что ты мог выйти на титул. И ты мог стать чемпионом. А в итоге ты принял непонятно зачем бой. Проиграл и все это тебя отбросило. А кто-то говорит. Нет, я вообще здесь, чтобы зарабатывать деньги. Чтобы драться и так далее. Но с другой стороны, может быть лучше подождать и все-таки заработать больше. Потому что все-таки это спорт высших достижений. Может случиться в любом бою все что угодно. А как же наследие? А если, например, мы уже говорим про разные гипотетические варианты. Например, Арман не может выступить. Армбар, правильно говоря. Кто вместо него может выйти на поединок именно в легкой весовой категории против ислама? Если не Арман Суркян? Получается, либо здесь будет путь а-ля Хабиб. Потому что Хабиб бил Парье. Хабиб бил Гейджи. Соответственно, с Гейджи еще не дрался Ислам. Может быть, такой бой не придумал. Холлоуэй. Холлоуэй тоже как отдельный вид искусства. Тут еще в момент дэшки возникает. Уайт сказал, что да, конечно, Ислам это первый номер пау-фу-пау на данный момент. Но, если мы берем величие, сразу же начал приплетать Джона Джонса и никого круче быть не может. И он лучший во все времена. И это вообще непоколебимо. И просто не может быть бойца в принципе лучше, чем Джон Джонс. Знаешь, что мне здесь кажется? Что сама формулировка Уайта и то, что он сейчас это говорит, заявляет только об одном. Ислам Махачев приблизился в голове Уайта к Джону Джонсу. И он пытается его защищать всячески и так далее. Там он говорит, что у Джона Джонса были плохие бои со Смитом, с Рейсом и так далее. Были сложные бои, не всегда зрелищные и так далее. Он все это не хочет видеть. Джон Джонс лучше и все. Но вот сам факт, что он их теперь на весы положил обоих, это уже говорит о том, что Уайт нехотя, но начинает признавать то, что Ислам реально очень крутой боец в историческом масштабе. Но это похоже на веру. То, что просто вот Дана Уайт верит в то, что Джонс великий. И тут можно поговорить. Не, можно и с ними согласиться же. Ну, конечно. Боря, Джонс действительно сделал гораздо больше, чем Ислам. Усовщина, да. Но просто с каждым подобным поединком Ислам действительно очень быстро приближается. Просто тогда была такая эпоха, что у Джонса не было достойных соперников, кроме Густавсона и Парье. Парье. Это реально не Парье, а Кармье. Французские фамилии, да. И Кармье. И в общем, он побил кучу людей, которые были просто гораздо ниже, чем он классом. Ну да. А именно великие чемпионы куются вот в таких противостояниях. Ну и время изменилось. Ну и времена, да. Ну и плюс еще там разные истории с допингом, истории с наркотиком, истории с недостойным поведением. Это же тоже считается частью величия человека. Потому что великий чемпион, ну на мой взгляд субъективный, это все-таки человек, который сочетает в себе не только спорт, но и все, что окружает этот спорт. Ну поэтому Мухаммед Али и Мухаммед Али. Здесь еще момент по поводу того, сколько приобрел ислам с точки зрения фанатской базы в США. Не в России, если здесь так вот смотрят, любят и будут болеть. И в СНГ тоже самое. Но вот какой шаг он сделал с точки зрения узнаваемости, популярности, продаж там, пейпервью и всего остального именно в США. То есть, грубо говоря, победа над Волкановским, первое раздельным решением, она была, ну, как бы важная, да, но само становление ислама чемпионом в бою с Чарльзом казалось круче. Второй бой с Волкановским оказался вынужденным и не вызывал такого суперрезонанса. А вот сейчас этот бой действительно выглядит как нечто большее, чем все, что было у ислама до. Согласен, нет? Ну, он просто американца побил, очень популярного. Те-то даже не были американцами. И здесь, ну, наверное, те, кто любит ММА, они так прекрасно знали, кто такой ислам. Просто мне кажется, что очень крутой сам поединок, очень качественный. Вот это, наверное, большую роль сыграло. Потому что, конечно, ислам расстроил американских болельщиков. Мы знаем, что Парье в Америке обожают. Ну, не боготворят, конечно, но он такой по-настоящему народный чемпион, народный боец. Простой парень абсолютно, положительный во всех аспектах. И в этом отношении не уверен, что ислама начали в Америке больше любить. Но узнавать начали при этом. Факт, да. Вот это самое важное. Давай после ислама обсудим Бивола все-таки. А потом уже пойдем по всему остальному. Бивола и потом уже к боксу. Ну, тогда, ну, хорошо, давай про Диму, да. Дмитрий Бивол провел бой в Риаде. Малик Зинат, как вы знаете, вышел на замену Артуру Бетербиеву. У них одинаковые рекорды были, 22-0, но совершенно разные статусы. Но есть один нюанс. Да, один нюанс, причем нюанс такой очень весомый. Здесь мне показалось, что, ну, во-первых, все было предсказуемо. Да, наверное, могли гадать, когда будет нокаут и будет ли он вообще, учитывая стиль Дмитрия Бивола. Это напрямую зависело от скорости чтения, как мне кажется, Бивола соперника. Прочитать Малика Зината в этом бою было не так сложно Дмитрию. Он с этим довольно быстро справился. Но иногда отдать должное Малику, потому что он предложил вот такой интересный бокс. Бокс более открытый. Если бы Зинат предложил такой же закрытый стиль, как предыдущий соперник Дмитрия, то, в общем... Линден Арту. Да, то это, возможно, продлилось бы всю дистанцию, потому что Артур действовал суперосторожно. А здесь Зината на эмоциях, причем он все время, он весь бой разговаривал с Дмитрием. Там каждую атаку, и он не то, что какие-то слова там, он прям целые ему тирады выдавал. Не очень понятно. Ну, я так понимаю, что он провоцировал. Он понимал, что если там возникнут какие-то микроскопические шансы, то только в том случае, если он Дмитрия сумеет разозлить. И, в общем, он пытался это сделать изо всех сил, но как только его нокаутировали, сразу же его поведение разительно изменилось. И все, в общем, стало нормально. Но он все равно респект получил от шейха. Он очень смело провел этот бой. Было видно, что он прям очень старался. Это знаешь, вот он вышел на битву. Он понимал, что он в этом случае Давид против Голиафа. И да, вот как раз тот самый случай, когда задача была выступить достойно перед старшими, перед вот этими всеми шейхами, чтобы они это оценили. И они потом сказали, что мы тобой гордимся, ты молодец, такой хороший бой показал. Он отважно сражался. И вот мы тебя приглашаем, дадим тебе бой осенью. Молодец. И все они там очень сильно радовались. Я вообще очень редко вижу, чтобы люди так радовались после поражения. Как радовался Малик Зинат. Получается, он со своей миссией справился на 100%. Биво справился со своей миссией. Может ли этот бой дать какую-то пищу для размышлений Артуру Бетербиеву? Скорее нет. Ничего тут сверхъестественного Артур точно не увидел. Поэтому в данном смысле зрители получили то, что должны были получить. Да, на 100%. И вообще концепция этого турнира. Получается, что этот поединок, он так выбивался из общей конвы. Потому что, как вы, дорогие друзья, наверное, знаете, общая концепция этого вечера бокса в Эррияде была в том, что две промоутерские компании соревновались друг с другом в матче 5 на 5. И в итоге одна из них в сухую просто разгромила другую. Но Фрэнк Ворон, получается, разнес Ди Хирна. Да. При этом Фрэнк Ворон... Уинсбери разнес матч Рум. При этом это тот самый случай, где Хирн должен был прям расстраиваться, чтобы боксеры проиграли. Но делал это очень плохо, потому что он получил очень много денег. Он разнес. Да. И это вообще Фирн... Фирн. Фирн и Ворон, это вот два брата-акробата, получается, которые получают огромные деньги. У них большое количество боксеров. И вроде они придумали эту историю с противостоянием, но они вообще не соперничали. Они вообще не враги. Но было видно, что Хирну не очень приятно, что именно вот так в сухую его разгромили. Но действительно, знаешь, как это мистер Двуличи из вселенной Бэтмена, он такой, ему и неприятно, и вроде как, ну, подунизили, так получается. Но и приятно тоже, потому что он стоит такой, улыбается, он говорит, нормально все, там, ребята, мы еще там... Здесь еще, знаешь, какая штука работает? Уже не первый вечер в Ириаде. Каждый следующий либо превосходит предыдущий, либо на том же уровне. И это видят шейхи. Он понимает, что сотрудничество складывается очень хорошо. Дела идут в горы, а деньги там точно есть. Они не кончатся. Ну, блин, в обозримом будущем. Уже все были довольны. То есть каждый получил то, что хотел. Промоутеры получили деньги, боксеры получили тоже большие деньги. Уайлдер расстроился. Вот, да, Уайлдер. Ну, Уайлдер сразу сказал, у меня семь там детей, или восемь, и мне их надо... Или восемь, он не говорил, он сказал семь. Да, да, да. Семь официально. И мне надо их кормить, поэтому я просто зарабатываю деньги. Но, конечно, вот такое поражение, такого соперника для Уайлдера означает, что больше столько денег он зарабатывать не будет. Он уже будет зарабатывать меньше. Ну, а здесь еще один момент, который, как мне показалось, может сработать. Эта мысль довольно странная, я тебе ее тоже уже озвучил. Дело в том, что поражение Уайлдера может нас приблизить к поединку с Нгану. И бой Нгану-Уайлдер, допустим, в Коумейне, Бетербеев-Бивол, это вообще разрыв. На самом деле разрыв. То есть, вроде бы Уайлдер проиграл, проиграл с треском. Ну, а и Нгану проиграл с треском. Как раз мы сейчас видим фрагменты этого поединка. Возрастной Желей Джан, в общем, просто разнес Уайлдера. Но здесь даже было более обидно, ну, то, что Уайлдер, ну, просто не какущий абсолютно. Да, и ему не с кем боксировать теперь, кроме Нгану. И то, что вот началось в предыдущем его бою, вот оно продолжается. Он не бьет. Ну, он, кстати, ему там сказали много нехороших слов в перерыве тренера. И вот он решил раскрыться. И вот чем это закончилось. Ну, да. Таким нокаутом, да. Нет, вопросов к Джангу нет никаких. Но Джанг как не воспринимался, как большая глыба в мире тяжелого веса бокса, так и не воспринимается. Ему на это, наверное, сугубо наплевать. Средняя глыба. Да, средняя. С точки зрения массы, это огромная глыба. Да, потому что он там тяжеленный. Сколько он весит там? 130? Больше, больше. 138, что-то такое. С Гришей Пономаревым драться. Да, а Уайлдер 97, кажется. То есть там была разница в весе больше 30 килограммов. Вот. И смотри, то есть здесь выигрывает Джанг у Уайлдера. По идее он претендует на большие бои. Но, учитывая этот бокс, который показал конкретно здесь китайский спортсмен, говорит о том, что тот же там усик, он просто его не почувствует. Он сделает с ним все, что угодно. Ну, в этом нет смысла, да. И Джошуа, скорее всего, с ним сделает все, что угодно. Потому что проигрывал Желей Харговичу. Харгович мы видели, как выступил. Давай перейдем, наверное, к бою Харговича-Дюбуа, потому что это был самый крутой, наверное, бой этого турнира. Казалось, что там же выходил еще Харгович, был фаворитом. Да, он с Даниэлем? Да, он был фаворит. Очень качественный бокс в своих поединках. И плюс еще последний поединок, который Дюбуа вытащил просто на зубах, который был как раз, мы показывали тоже в декабре прошлого года. И, в общем-то, ну, мне казалось, что не без проблем, но Харговича заберет. И в первом раунде он просто избивал. Избивал кошмарно. Заходило вообще все абсолютно. Но Дюбуа как-то вот выдержал, потом сумел постепенно переломить. Не без грязи. Даже грязи было очень много со стороны Дюбуа. Но, в принципе, такой, грязноватый парень. Да, и плюс, ну, и рефери, конечно, помогал в этом отношении Дюбуа. То есть, когда уже там должны были снимать баллы, и только он начал, там, первый осторожно головой, там, как-то очень так интеллигентно. Хотя он головой шел вперед на протяжении всего турнира. И рассечение очень серьезное поставил Харговичу. Ну, опять же, тут можно говорить о некой преемственности, да, и смене поколений в британском боксе. Но даже нет, даже не смене. Потому что, конечно, Даниэль Дюбуа, как бы, он после Джошуа идет. И дойдет ли он там до этого уровня или не дойдет, до конца еще непонятно. У него уже было поражение же от Усика, да. То есть, он, как бы, на топ-уровень, казалось бы, вышел. Сейчас подтвердил. И вот будут думать сейчас, как раз промоутеры, какой бой сделать Дюбуа для того, чтобы его реально вывести в супертоп. И поломать голову здесь придется, я думаю. Но, может быть, как ты предполагал, может быть, Дюбуа Джошуа имеет смысл? Два британца? Да, почему нет? На Уэмбле отлично. Кстати, на Уэмбле же как раз будет турнир следующий. Шейхи организует именно в Лондоне на Уэмбле будет турнир. Это где? Планируется Бивел и Бетербеев? 12 октября? Я не помню точно. Там был анонс, то ли который будет в октябре, то ли следующий еще один будет в конце года. То есть, они планируют огромный ивент сделать именно на легендарной арене. Ну и там, естественно, будут и этот человек, и тот. То есть, и Джошуа и Дюба там должны быть. Единственное, да, в одном бою или нет. Или Агит Кабаел. Кабаел, который Фрэнка Санчесова просто разнес. Подожди. Стоп, стоп, стоп. Подписан реванш Фьюри Усик в декабрь. И, скорее всего, Уэмбле это локация. Вот главный бой, который там будет, естественно. А Джошуа и Дюба могут быть там на вторых ролях. Я думаю, так. Потому что уже контракт подписан. Ну вот, видишь, мы все с тобой. Да, но Фьюри... Нет, дело в том, что Фьюри и Усик два раза в 24-м году. Ну, первый бой один из самых успешных. И второй, наверное, станет самым ожидаемым вообще, может быть, в 21-м веке. Вообще. Такой плотности крутейших боев не было никогда. В боксе? Да, вот сейчас так исторически все совпало, что вот появились такие люди с бесконечным бюджетом, которые вот хотят организовывать эти бои. Это просто потрясающе. То есть обычно раньше, помнишь, вот бои такого уровня, как там, Усик Фьюри ждали годами. Один бой, пожалуйста. Там должны были там звезды совпасть. Там какую-то невероятную комбинацию, чтобы это получилось. А теперь 3-4-5 боев там за год. То есть если бы шейхи включились бы сильно раньше, они бы сделали бой Мавезер-Пакьян в 2010-м. И все бы просто аплодировали стоя. Я надеюсь, что это надолго. Потому что, возможно, такой вариант, что мы потом будем вспоминать там через несколько лет. А помните, когда шейхи, вот этот золотой век бокса. Да-да-да-да, золотой век бубна, как вы и говорили. Но тут еще нужно один гвоздь им бить. Они должны все-таки привезти Канело в идеале с Кроуфордом и уговорить их подраться. Ну, потому что это, знаешь, это как еще один бриллиант в эту корону. И плюс ко всему они должны привезти Иное. Я не знаю, каким образом. Но они должны привезти Иное и найти ему хорошего соперника, который не ляжет там в третьем раунде, а прям реально очень крутого соперника. Может быть, опять же, уговорить Иное подняться там на пару весов. Но программа у шейхов, она прям видна. И они просто дарят реально лучшее, что может быть в мире. То, что хотят зрители, обычные фанаты. Вот это прям просто невероятно. Возможно, такого времени в боксе не будет еще много-много лет. О чем я, да, сказал только что. Итак, по боксу, в общем, здесь все более-менее понятно. У Уайлдера, жалко тебе было Уайлдера? У Уайлдера? Да. Ну, как жалко. Ну, так, жалко. Просто все мы когда-нибудь умрем. Каждый человек, особенно в спорте, когда-то заканчивается. А ты Уайлдер Нгану будешь за Нгану болеть? Конечно. За Нгану? Просто, да, с детства. С детства за Нгану? Нет, ну, просто он выходец из ММА. Я всегда буду болеть. Ну, конечно, не за любого бойца ММА, но в этом отношении я предвзят. Ну, и эта встреча может закончиться чем-то таким, что там должны быть какие-то сотрудники с МРТ-аппаратами, еще с чем-нибудь. Только непонятно кому, да? Да, но они должны быть точно прямо у ринга. В любом случае, они должны быть на расстоянии вытянутой руки. Обоим. А будет обвиненный нокаут. Да, потому что там может случиться все, что угодно. Есть, конечно же, два главных события. Бейбол и все, что происходило в Ириаде у Чеда Уайлдера. И, конечно, бойслав Махачев. Да, и все, что касается Ириада, дорогие друзья, если вы по какой-то странной причине не смотрели этот вечер, то прямо сейчас у нас в ОКО можете посмотреть в полном объеме. Можете посмотреть обзор, который мы сделали. В общем, все эти поединки у нас есть. И мы очень рады, что смогли этот великолепный бокс показать. Вот Артем говорит очень рад. Особенно Артем Давыдов. Он был просто в восторге. Ну, давай скажем про это. Это же минус, сильный минус. Что минус? Имеются хронометражи. А что хронометражи? Паузы, которые были лошадиные. Да там не было особых больших пауз. Просто бои были очень-очень длинными. Ну, там паузы 5-10 минут. Но тяжеловато было смотреть. Суммарно весь турнир. Да, тяжело. Они поехали там по графику. Но это не были, знаешь, паузы, которые были перед боем Фьюрингану. Когда просто час они висели. Нет, такого не было. Просто там в основном, особенно предварительные бои, были длинные, были до решений. И это все было по 12 раундов, потому что там были какие-то там WBO, Silver, Intercontinental и так далее. Ну, вот они были длинные. Если брать то, что делали шейхи с октября прошлого года и до сегодняшнего момента, с одной стороны все идет вверх по уровню бойцов, звездного противостояния и так далее. С точки зрения трансляционной динамики есть еще куда двигаться. Это 100% факт. Ну, как бы, может быть, ты с этим не согласен, я не знаю, но это оживлять нужно, потому что это не выглядит как целостная картина иногда. Это выглядит как такие вспышки, да, внутри там одного проекта. Может быть, для нас, потому что там же у них основная платформа это Dazen, да, может быть, у них там какие-то большие рекламы, еще что-то. Потому что нам же отдавали, ну, естественно, международную картинку. И да, там вот были паузы по 10 минут между боями. Ну, было бы круто, если бы их не было. Это да. Вот, в общем, ждем мы теперь 12 октября. Мы ждем декабрь. Бокс точно еще очень крутой будет. Мы ждем и бой Крофорда, и бой Канелла, которые должны подраться в этом году тоже. Не друг с другом, а может быть, и друг с другом, но тоже в конце года. В общем, конечно, там много вариантов. По нашим ребятам еще хочется сказать, по Роме Копылову хочу поговорить. Да, вернемся к UFC. Главный бой мы обсудили, но было еще несколько важных. И интересных моментов. Важный момент, это, конечно, победа Ромы Копылова. Мне было очень тревожно, потому что Сесар Альмейда, это все-таки мощь. Очень опасный ударник, и, к счастью, Роман справился. Не без труда. Не даже не без труда. Во-первых, у Романа прослеживается история, похожая на историю Анатолия Токова. Только Анатолий, как правило, 1-2 пропустит и включается. А здесь Рома прям много пропустил. Особенно вот... Как Дюбуа, которого два раунда избивали, и потом он только включился. Но вот в третьем раунде, на первой минуте третьего раунда, Рома съел там, не знаю, 6-8 подач справа через руку. То есть он в каждом раунде включается после пропущенных? Ну, он вынужденно переходил к борьбе и во втором, и в третьем. Был там момент с добиванием, многие из вас вспомнят. И опять же, вроде как он должен был добить, но встал, дал подняться в бразильцу. Почему это произошло, не совсем понятно. Первый раунд отдали Сесару, второй, третий. Второй Роме и третий разделился. Потому что один судья посчитал, что вот за ту одну минуту, то, что сделал Сесар, достаточно для того, чтобы он выиграл этот раунд. А потом было два тейкдауна, и Тьма-контроллер, там работа по корпусу. Ну, и, насколько я знаю, Рома готовился в Universal Fighters в Дагестане, там, и Артем Бахитов тоже был вместе с ним. И борьбу он прям подтянул. Это вот к вопросу о том, что многие же считают, как незачем ездить в Дагестан, если ты ударник, тебя там ничему не научат. Надо просто тренировать защиту от тейкдаунов. Да нет, он прям поднял борьбу на новый уровень. И было отрадно то, как технично он проводит эти тейкдауны, как он чувствует момент захода. Единственное, да, с контролем почему-то были серьезные проблемы. Но тут видна и работа в плюс по борьбе, и недостаточность этой работы тоже видна, если уж так по чесноку говорить. Против такого соперника на 100% было оправданно. Ну, это же вообще не борец, абсолютно. А так, да, Артем Бахитов, Армен Петросян, да, тоже не борцы. Просто ребята, которые подтягивали Рома по борьбе, они не на виду были. Но они сделали отличную работу, и за это им вообще большое спасибо. Потому что вот это реально помогло Роме выиграть этот бой, вытащить его. То есть работа Артема и Армена, она, конечно, тоже важна, бесспорно. Так Артем-то, я так подозреваю, тоже поехал борьбу подтягивать. Естественно. Ну, и подтаскивать Рома по ударке, потому что это разная ударка. Ведь у Ромы ударка из рукопашного боя, он никуда не делал, с него было преимущество в размахе, он доставал чуть больше. А Седар все время вот на эту кикбоксерскую, боксерскую даже дистанцию, заходил на среднюю, да, и оттуда начинал быстро работать боковыми. Они у него поставлены вообще сумасшедшим образом. Так что, опять же, этой победой Рома должен себе обеспечить еще одну попытку попасть в топ-15. Ну, я хочу на это надеяться. Так что, команда Рать, так, держать, красавчики. Вообще, Саша Скоредин, отдельный тебе респект. Давай про Косту поговорим со Стрикландом. Ну, а что, вот смотри, Коста Стрикланд, Томпсон, Рори Макдональд. Они могут в одной комнате сесть и попить чаю, и обсудить вообще историю своих противостояний. О, кстати, да, там практически почти все победители на этом турнире бежали сразу к Томпу, там, уважуха там и так далее. То есть, это вообще получается, этот турнир UFC 302 был таким митингом сторонников республиканской партии. Что происходит? Так всегда бывает, когда Дональд приходит на турнир. Даже Хабиб к нему подошел. И я не знаю, там они о чем-то поговорили. Наверняка тоже респектанул Хабиб. Ну, опять же, это уже такие политические истории. Кстати, спрашивали у Дана Уайта, возможен ли турнир в России, где будет драться Ислам против Армана. И он сказал, что, ну, типа, не знает. Но вообще, технически, наверное, это возможно. Технически это вообще изи. То есть, политически не изи, а все остальное... А так, ну, спорт, спорт... Ну, другое дело, что со всех сторон это будет проще провести на Ближнем Востоке. Нет, можно, понимаешь, неправильно проводить этот бой, но точно можно его провести в Ереване. Но неправильно. Технически, технически в Москве будет гораздо легче. Но в Ереван можно до сих пор привести все, что хочешь. Любую технику, абсолютно. Куда угодно можно привести, только не в Египет. Да, с Египтом проблемы. Короче, Рома молодец, вытащил. Кстати говоря, вот здесь, если взять... Молодец, ты не хочешь про Косту говорить. А, про Косту? Да. Ну, Косту стригл. Да. Косту скачил такой. Стрикл. Ну, а что стригл? Ну, реально велосипедил. Вот эти тайские финты. Что-то был танец Шивы какой-то от Стрикланды. 15 минут. Ты видел, что он ногами творил вообще? Что это такое? Это он в клубе подходит к барной стойке такой. Тран-тан-тран-тан-тан. И отходит от нее. То есть, он такой, как бы, хочу купить, не буду. Хочу купить, не буду. Это такая история была. И Косту сказал, я тебе нападам, и все мимо. Так он убегал. Да, но Косту при этом назад все время отступал. То есть, весь бой он бегал от него. Ну, кстати, вот Рома Гриш сказал, что Шон Стрикланд работал в стиле игровика в этом бою. Я немножко не согласен, потому что есть понятие игровика в боксе, а есть понятие браулера. Это человек, который просто прет вперед, что-то пропускает, но он все время давит, прессингует. Вот Шон Стрикланд давил там сколько? 90% времени в этом бою. Пропускал не так много. Опять же, у браулеров не самая высокая скорость. У Шона она была выше, чем у Косты. Точно, совершенно, вот именно по ударам. Поэтому он технически переиграл. И это единственный бой, наверное, во всем карде, который сложился на 100%, как предполагали. Шон Стрикланд – это единственный в мире браулер-игровик. Потому что он же не выбрасывает тяжеленные удары, он не прет прямолинейно. Он именно вот так подходит, подходит. Не, ну ногами то, что он говорит, все равно. И начинает подбивать. Знаешь, что мне странно в этом бою? То есть, получается, что Коста все? Коста же, это же Коста был, мощный нокаутер такой, со зверскими ударами. А здесь он просто бегал пять раундов. Ну, надлом Коста произошел в бою с Исраэлем. То есть, все, от него осталось только имя, получается, от Коста. А внутри содержание уже совершенно иное. Почему? Коста – гейткипер среднего дивизиона. Вот кто теперь Пауло Коста. Бой с Хамзатом Чемаевым вообще не нужен. У них была личная история какая-то. И это был хайповый бой когда-то. Ну, то есть, раньше Коста как воспринимался? Как человек, который закатывает там зрелищные бои. Всегда хочет рубиться. А здесь, получается, Стрикланд вроде как хотел рубиться, а Коста нет. Ну, Коста еще схватил хейта на то, что избил Рокхельда. Довольно жестко. А как? Ну, то есть, грубо говоря, смотри, все важные бои Коста проигрывает. Да? Да, он на каутер. Он, наверное, готов... Уже не на каутер он никакой. По последним двум боям уже... Ну, вот дайте Роме Копылову Косту. Вообще. Ну, никто же не даст. Потому что Коста высоко еще в рейтинге. И он вообще в рейтинге, а Ромы нет. Ну, мне кажется, что этот бой может все-таки случиться. Причем гораздо раньше, чем мы думаем. Еще там пара побед для Ромы. Но там же еще Шара будет выступать. Он тоже подпирает в среднем весе. И если он выиграет ярко, он тоже будет залетать. Там вообще интересно с этой точки зрения. Стрикланд этой победой что себе приобретает? Приобретает он себе бой с Дюплиси? Еще один. Я не знаю. Надо ли вообще делать бой с Дюплиси и Стрикланд 2? Скорее надо делать Исраэль с Стрикланд 2. А почему тут Дюплиси и пояс? Он никому не нужен. Просто вот после такого боя я не хочу видеть Стрикланд. Вообще. Можно дольше. Не важно с кем. Но я думаю, что чемпионский бой все-таки с Дюплиси. Так он вообще извинялся после боя. На пресс-конференции ничего не сказал. Вообще любит пресс-конференции Стрикланда. Хорошо. Он выглядел не так ярко, как раньше на пресс-конференции. Бой скучнейший. Он просто еще неплохо относится к Костю. Единственное, они угорали с этого секретного сока Павла Костю, которым он хотел напоить Стрикланд. А тот отказывался. В целом, да. То есть получается и пресс-конференция не оправдала ожиданий, и в итоге с собой. А тот пресс-конференции еще Конора Макгрегора с Чендлером отменили. В Дублине. Не знаю почему. То есть там, видимо, Конор перебрал чего-то. Еще пару моментов буквально по UFC. Давай остановка, да? Да, остановка в бою Холланд против Алексеичука. Там был болевой рычаг локтя, который там крутил, выкручивал, там выламывал эту руку. Прям было страшно смотреть. Но Холланд, Алексеичук не сдавался. И в какой-то момент он начал ее просто выгибать под нереальным углом. И что делает Алексеичук? Он тянет, вот ему руку ломает, он тянет вторую руку и как бы вот приземляет на нее. И в этот момент сразу Хербдин останавливает. То есть я прям был в моменте убежден. А там дежу точно? Убежден. Там Дин был, точно? Кажется, да, Хербдин. И я был убежден, что он не стучал. Он пытался дотянуться до своей руки, как мне показалось. Но вот рефери остановил, и его тоже можно понять. Потому что это прям было жутко, это было страшно. Казалось, что сейчас все там разлетится. Дин был, был неестественный. И это однозначно является рекомендацией для рефери. Опять же, ты сам знаешь, далеко не всегда стою на позиции американских рефери. Мне кажется, что там бывает тоже страна с Токеном. В данном случае, как и в эпизоде, который мы разбирали пару подкастов назад. И как раз брали экспертные мнения и так далее. Рефери оценивает момент. Вот, как делал Холланд. Он прям кричал Хербудину, что вот смотри, смотри, что я делаю. Давай останавливай. И может быть, это тоже сыграло роль. Потому что, ну, это же не... Ну вот, посмотрите угол какой. Это неестественное положение руки. Ну, ладно. Да, и опять же... Так задумано, чтобы оно было... Когда он сделал движение рукой, просто еще раз напомню, да, что это во власти рефери на 100% это остановка. Если даже одно касание есть, одно касание, оно зависит от его ритмики, от его сил. Это все субъективно для любого рефери. Он имеет право остановить. И поэтому Хербдин сделал так, как он сделал. Я в данном случае, да, наверное, отмазываю Хербдина. Потому что многие считают, что это ранняя остановка. Но мне так не показалось. Право он точно остановить имел. Вот так скажу. Но я понимаю, что... Как бы, что творилось в голове Хербдина в этот момент. Что ты видишь, что человеку сейчас просто вырвут сустав там со всеми связками и так далее. Травма страшнейшая могла быть. Да, и ты вот прям... То есть мы были напряжены, да, у мониторов. А как был напряжен? Хербдин там непонятный. И он вот был готов мешаться в любой момент. И вот это касание руки стало, получается, триггером. И он прям вот включился. То есть лучше, на самом деле, пусть это была ошибка. Но лучше так. Пусть лучше рефери ошибаются так, чем стоят и ковыряются в носу, пока человеку отрывают руку. И это тот самый случай, когда, наверное, надо делать немедленный реванш. Потому что Михал попал в самом начале очень сильно по Холланду. Он его потряс и чуть было не забил. Помнишь был момент? Не будет реванша. Почему? Потому что это, получается, возвращение Холланда в средний вес. И сейчас его будут быстро двигать вперед. Вот эта победа досрочная в первом раунде. А почему вы должны двигать куда-то вперед? С чего? Слушай, он на хорошем счету. У него были... То есть он с Ханзатом тогда вышел на замену? Ну и вообще он там побеждал Жакаре еще давно в среднем весе. У него куча больших боев в среднем весе. Вот сейчас он решил вернуться. Вот первая победа досрочная. Получил, да, он получил бонус. Что странно, на самом деле. Где? За это? Да. Получил бонус? За это. Ну там же, во-первых, с досрочками были сильные проблемы, опять же. Они могли дать два бонуса за Fight of the Night и выделить Галла с Хафезом. Это было бы, по-моему, честнее, чем давать... А что, и Желтон получил? Смотри, ты... А? Желтон тоже получил? Нет. Нет. Махачев и Холланд. Махачев за финиш, Махачев Парье за бой. И причем, смотри, вот в Википедии отмечено technical submission. То есть не сдача, а то, что он ему выломал такую степень, что рефери вмешался. Ну, бог с ним, с Холландом. Кстати, Прайс и Мурон еще дрались. Это был неплохой бой. Это реально был неплохой. Мурон был фаворитом сильным. И в итоге Прайс забрал этот поединок. Там была хорошая стойка. Местами даже безбашенный поединок был. Так что, в принципе, он был не скучный. Факт? Я забыл его, этот бой полностью. Я не помню, что там было. Да? Там все было в стойке. Все было в стойке. Просто в Браун и Залеске это было скучно. Браун и Залеске, да. Но, тем не менее, Браун и Залеске я помню. Но там Залеске явно проигрывал. И там по скорости. Браун вообще какой-то гигантский абсолютно. Шансов было мало. А вот Морону, да, с Прайсом. В заключении. В заключении. От Морона с Прайсом. В заключении, да. Романов Альмейда. Альмейда на изи победил. Александр Романов задушил. Хочет с Ганом теперь драться. Хочет теперь драться с Ганом. Но ему придется еще долго отмываться от боя с Льюисом в Бразилии. Ему придется по-любому еще отмываться от нокаута с Блейдсом. Но от боя с Льюисом отмываться дольше. Гораздо дольше. Вот в историческом смысле. И бой с таким крутым ударником, как Серил Ган, это шикарная партия для него. А зачем это Серилу? Непонятно. Ну там, на самом деле, если посмотреть, кто выше Альмейда сейчас. Правда, рейтинги еще не обновились. Допустим, он, скорее всего, и не поднимется. Там выше Меочич, Волков, Блейдс, Павлович, Ган. Ну вот Альмейда, Волков, хороший бой. Да, но Волков сейчас будет драться с Павловичем. Так что потом, может быть, проигравший в бою Павлович, Волков. Вот такая партия. Может быть, да. В общем, UFC получился в целом средним, а главный бой просто офигенским. Двигаемся дальше. Мы про UFC, про бокс говорили. Про UFC в Уфе был. UFC был в Уфе. И, кстати говоря, турнир UFC по наполнению прям был сильно похож, получается, на турнир 302, если мы убираем бой Парье. То есть очень много вязких. Очень много вязких боев до решения. Очень много борьбы. Но на самом деле в UFC был больше стойки, сильно больше. И там было три звезды. Бой Алексея Махнос с Кристианом Бринзоном. И Алексею пришлось бороться. И он выиграл решением. И это был не самый зрелищный бой. Но Алексей вывез этот бой. Так что здесь его поздравляем. Конечно же, все пришли болезненно за Венера Галиева, который бился с Аурелом Пертеа. И этот бой тоже не был зрелищным. И им остались недовольны все. Венера тем, что он проиграл, его залежали. Пертеа. Пертеа остался доволен. Он-то чек получил и уехал дальше домой. Все в порядке. Там просто потом была разборка такая. Ну не разборка, а разговоры тренерского штаба Венера Галиева с самим Венером. И он хотел выходить из этой борьбы. Не получалось. В общем, Венера вышел радовать публику. И драться красиво, как он любит. А Пертеа вышел побеждать. Побеждать на тактике и на своей сильной стороне. Но зная стилистический расклад, да? Можно было дать более подходящего соперника тогда Венеру Галиеву, чтобы получился красивый бой в стойке. Так ему и подходящих-то не дают. Ему давали как рано делиться в декабре. С явным расчетом на то, что Хакран выиграет. А Венера взял и накутил его. Нет, я имею в виду подходящего, что будет бой в стойке, а не будет там залежа. Ну вот сейчас посмотрят, наверное, что-то сделают. И, конечно же, бой Дави Рамас, Алиаб Духалик в четвертьфинал Гран-при. Вот это было прям... Я прям... Неожиданно было. Очень радуюсь за Али. Потому что мы... Я помню еще его, когда видел на турнирах Fight Nights, когда они делали с Golden Team, с матищенскими ребятами. Он же оттуда, да, Али? И потом в Ryzen его потрясающее выступление. И теперь в ACA, как мы видим, что вот наконец-то Али попал в то место, где он может получить реально высочайший уровень оппозиции и себя проявить. Да вообще, может быть, он попал. Может быть, даже ACA будет и промежуточной точкой. Я тебе так даже скажу. Потому что настолько он меня впечатлил. Просто тогда, когда он бился в Баку с Нариманом Абасовым, нам казалось, что есть устойчивое преимущество Али. Оно не супер какое-то великое, но оно точно есть. Он забрал этот бой с ударником Абасовым. И плюс еще казалось, что Нариман все-таки не в лучшей форме вышел на этот поединок. Потому что я помню его там бои 4-5 лет назад. Нариман смотрелся гораздо более. Ну и получается, все выходят не в лучшей форме. Нариман был не в лучшей форме, Ломалина Альгиев не в лучшей форме. Теперь Дави Рамос был не в лучшей форме. А Рамос был не в лучшей форме? Я не знаю, но он был готов на 100% вроде как. Он бежал... Нет, но если сравнивать предыдущие поединки Рамоса, то, что он показывал, и в этом бою, он примерно так же выглядел или что-то с ним творилось? Да нет, он выглядел хорошо. Он реально хорошо. Просто Али его... Нет, смотри, там же было поражение Резнику в том гран-при еще 25 минут. И здесь тоже 25 минут. Но это настолько разные поражения. Тогда была борьба туда-сюда. Уходил грамотно Резников, он его там перебивал тоже. То есть, ну не было такого урона. А тут просто лицо Дави Рамоса, оно превратилось... Ну, на это было жутко смотреть, реально. Там страшнейшая гематома, рассечение. И Али, он где-то к третьему раунду, он не просто прощупал Рамоса, а он легко уходил от всех тейкдаунов и выбирал дистанцию тогда, когда хочет. И, грубо говоря, поработал полминутки, взял паузу, подвигался секунд 30. Взял, поработал, все было под его контролем. И вот эта абсолютно безнадежность, она выводила Рамоса из себя постепенно. Он начал психовать в пятом. Насколько я понимаю, его никогда так не били. Никогда. Никто. И не было вот именно такой безнадежности, потому что Рамос-то боец очень крутой. Да, то есть, понимаешь, он вывел его из себя. Даже когда он проигрывал, ну, конкурентными были поединки в целом. Да. И была возможность какого-то перевода или там потом уже сам Мишина от Рамоса, вечно опасного в грэплинге. А здесь, ну, какая-то штуковина. Я не знаю, что там произошло, но Рамоса не бил так ни Махачев, ни Царукян. Вот так я скажу. И поэтому я говорю, Али, если он на таком уровне, потом я еще выяснил, что он тренируется вместе с Исламом Амаровым, и под Исламом Амаровым встает, а Ислам – это просто супер борьба, да, возможно, он окажется и не в ИСЕЕЙ через, по-моему, после Гран-при. Вот будет Азиз, Абдул-Абдул-Вахабов против Али. А, уже точно, да? Все, да. Ну, Азиз вышел, победив Кокова, а, соответственно, Али победив Рамоса. И вот тут я вообще не знаю. Это бой титульный? А когда будут драться? Пока не объявили. Но хотелось бы увидеть этот бой до конца года. Знаешь, это идеальный бой для последнего декабрьского турнира в Москве или для Грозненского 4 октября. И мы, дорогие друзья, напоминаем, что вы можете смотреть все турниры ИСЕЕЙ у нас в ОКО, на канале Матч. Так что, в общем, помимо всех промоушенов, которые мы показываем, еще и ИСЕЕЙ тоже можно смотреть. Там всегда крутые бои. Ну и в завершение Гога Шаматава, красавчик, полтос забрал. Вот, я хотел спросить про Шаматава. Вообще машина. Гога просто псих. Во-первых, он бился с очень неуступчивым Алимарданом Абдекаровым. Он был андердогом 1 к 5, по-моему, Гога. Что-то такое там было. Вот. И, конечно, это 100% честный полтос для Гоги и 25% для Абдекарова. По поводу Гоги. Он же в свое время не оправдал надежд. Да, то есть его там прочили чуть ли не звездное будущее. Потом было очень много поражений. Он даже в Янг Иглс, да, в какое-то время там... Его сослали, получается, туда. Теперь, как это, в аренду, да? Он там у всех выиграл. Да. Вернулся и сейчас... Это первый его бой после... Второй. И обе победы? Да. И, получается, какие перспективы для Гоги? Потому что это же народный любимец вообще из Краснодара, да? Да, из Краснодара. Я, если честно, даже не знаю, какие перспективы. Но знаю только одно, что если AC нужно будет вытащить какой-то карт классным боем, Гоги просто нужно позвонить. А вот смотри, если сравнивать Гогу Шаматау того времени, когда он не оправдал надежду, и сейчас, качество его вообще подготовки улучшилось? Технически он дерется примерно так же, как и тогда, но он стал чуть... Да нет, пропускать он больше. Он что, держать удар, что ли, стал лучше? Вот это. Он раньше хуже держал, а сейчас вот попадают, он стоит. И кажется, он на волоске. Вот все время, там, раза 3-4 во время боя, ну, все, сейчас будет все плохо для Гоги. А он перестраивался и вытаскивал этот бой. И реально, публика просто сходила с ума. Те, кто пришли, вот там же, как, это еще андеркарт. Я думаю, что те, которые приходили потом уже на мейнкарт, люди, которые пришли раньше, рассказывали, ребят, вы такое пропустили, реально. Потому что это была пушка. Вот прям однозначный бой вечер. Да, ну вот за Гогу Шаматау, друзья, если вы не смотрели его бои, это прям один из самых харизматичных бойцов в нашей стране. Если вот просто один поединок его посмотрите, вы его полюбите, и потом будете ждать его боев дальше. Ну и, наверное, тебе пару слов про Колю. Да, что с Колей? Мы так вообще все ждали. Вот Коля Алексахин, наконец, в СЕ, теперь будет нас радовать. Просто прибили на 13 минут контроль примерно. Тотал. Тотал, а не делейший. Попал под каток. Вообще несмотребельный бой. Коля ничего там не пропустил. Жекшелык Мурзобеков. Мурзобеков, да-да-да. Который вышел вместо вот этого Иссыкульского дракончика. Иделия Сингулова. Кстати, может быть, будет бой со Сингулом. Но это было невозможно смотреть. Это был анти-бой. Вот анти-ММА в чистом виде. Он просто держал его. Вот не тряс, может, там и 15 минут. А почему не поднимали, а если просто держал? А было вот движение какое-то. Ударчик по корпусу. То есть он идеально находился внизу. Жекшелык. Да, и как бы вот нет оснований. Все смотрели 15 минут. Так что здесь, конечно, Коля очень расстроился. Там Саша Сидорин тоже был. Но не для этого. Не для этого его точно подписывали в лигу. А он здесь не оправдал ожиданий, получается. Ну, у него контракт там на 4 боя. Еще 3 боя будет впереди. Ну, может быть, ударника дать. Потому что Коля всегда в стойке красиво дерется. Может быть, сделает выводы. Потому что часто же так бывает. Знаешь, что ребята наши, которые там повыступали за океаном. И начиная опять выступать в России, думают, ну, сейчас как бы я здесь по определению. А, думаю, что недооценка была? Может быть, да. Может быть, ну, короче. Ну, надо ехать вот с Ромой и с Копыловым, и с Артемом Вахитовым в Universal Fighters и там тренироваться. Может быть. Так, что еще у нас было? У нас на прошлой неделе еще был. RWS был. RWS, подожди, был и Саша Шелеменко был. SFC. Хорошо, ладно. Он выиграл у Кертиса Миллиндера, которого, я думаю, что ему гораздо больше. Ему 36. То есть он, получается, моложе Шелеменко. Но просто Миллиндер, он где дрался в последнее время? Он был на серии, вообще-то, из четырех побед. А до этого, да, он был в ПФЛе, там, в 21-м году проигрывал. Вот. Но он был на серии из четырех побед. Вроде как, ну, да, промоушены были не... То есть он выступал, вернулся там, исследовать дно американского ММА в небольших промоушенах, соответственно, вот там дрался в последнее время. Да. А здесь его техническим нокаутом забил Шелеменко, и там, ну, показалось, что, да, этот бой не очень конкурентный. Слушай, ну, круто, когда ты ветеран с большим именем, я имею в виду сейчас Александра Шелеменко, и у тебя свой промоушен, свой город, где тебя обожают, и, в общем, там ты проводишь бои, собираешь арены. Это вообще отлично. Это и для спорта в целом хорошо, и для развития ММА, и для Александра отлично. То, что он в форме, в какой он потрясающе находится, он изменил же тренировочный процесс, раскачался. Да. В общем, только можно по-разному. Нет, подожди, если взять, все воспринимают это все, как, знаешь, ну, что-то такое абсолютно местное, местечковое и не особо интересное, потому что если не будет Шелеменко, это вообще никто не будет смотреть. Но там-то должен был драться и Алексей Олейник, как-никак человек, который точно, ну, там, часть аудитории притащит. И он за несколько часов снялся, Олейник. Не знаю, я такого вообще не помню у Алексея, чтобы там, вот так он срывал бои. Но дай бог ему здоровья. То есть там явно какая-то проблема была, он не смог выступить. Поэтому теперь вот Шелеменко будет с кем-то драться дальше, и я такой, что готов сражаться там 3-4 раза в год и в порядке находится. Поэтому здесь все нормально. РВС. Да, РВС, как всегда, как всегда, даже когда абсолютно, ну, на этой неделе было очень много всего так получилось, но даже когда нет ничего, нас спасает РВС, и турнир получился неплохим. Там, значит, было несколько, как всегда, крутейших нокаутов, и были и по печени. Вот сейчас мы видим, это, кажется, один из первых поединков, там, да, прям по ребрам. Да, самый первый бой, спасибо Артему Давыдову. И вот такой был нокаут. В титульном бою дрались девчонки Сурмат Сами против Камлай Печа. Сурмат Сами главная женская звездочка РВС. Ну, там, в общем, было все ясно. Ну, и самое главное, надо же драться. Но проиграл. Да, это, как выяснилось, ну, не совсем самое главное. Берс Амиров из Чеченской Республики, он вышел, ну, поединок получился, я скажу так, странным. То есть Берс очень хорошо начал, но первая же атака Резы закончилась вот так. И затем курьезная остановка. Вот сейчас мы посмотрим этот момент. Посмотрите, рефери считает нокдаун. И вот так Берс встает. Вот так встает, рефери говорит, давай, типа, пошли, сейчас надо продолжать. Но Берс не реагирует и продолжает вот так стоять, опираясь на угол. И все, и остановка, и, ну, то есть тут что, было недопонимание. Или еще действительно не до конца пришел в себя Самиров. Он, то есть, не понимал, что происходит, но при этом внешне держался, получается так. Но и рефери очень так, то есть он по реакции бойца к своим жестам понял, что нет, надо останавливать. Но там два жесточайших удара. Справа кулаком, потом хайкик в височную область. Ну, он просто сразу встал и так нормально выглядел. Но в результате, вот, к сожалению, он еще вышел на суперкоротком уведомлении. Буквально за несколько часов до боя не было соперника у Резы. Там вообще было несколько таких поединков, где вот прям возникли люди, там, ну, мы знаем, что в Бангкоке много залов. И там обеспечить выход на коротком уведомлении на турнире по тайскому боксу никакой проблемы не составляет. Но самое главное в другом, то, что за все турниры, то, что мы показываем, это первый российский боец. Да, так, к сожалению, лишь первый. И это все равно, ну, да, он проиграл, это минус. Но самое главное, что просто российский боец в РВС появился в этом году, это однозначный плюс. Ну, будем надеяться, что и Берса мы еще увидим, там, и что он подготовится там полностью к бою. То, что будут еще другие наши ребята. В общем, хотелось бы действительно, чтобы было больше россиян. Да, так, еще один бой, вот, хотел отметить, забыл. Еще же был турнир Young Eagles. Там один бой был очень интересный. Мухтар Абдул-Керимов против Абубакара Дибзиева. Этот в Грозном был бой. С треском проигрывает Мухтар первый раунд и улетает в нокаут. Огромная армия болельщиков Мухтара, бойца из Дагестана в Грозненском колизее. Дерется он с представителем Ахмата. Обуздатель Мурадов на это смотрит. И со стороны этого я вообще не ожидал, что такое возможно. Но это было... Короче, они переорали. Болельщики Мухтара вчистую перекричали болельщиков Абубакара Дибзиева. И это было в Грозненском колизее. То есть мы разные видели бои, разные истории. Но всегда там колоссальная, невероятная поддержка, естественно, бойцов из Чеченской республики. А там из Касавюрта, да? Да, из Касавюрта. Это был мощнейший десант. Такое слаженное боление. Это был отдельный сектор, и они просто были неудержимы. И, видимо, Мухтар в этот вечер не мог проиграть. Он во втором раунде все изменил и выиграл в итоге досрочно техническим нокаутом. Это прям реально было с вау-эффектом. Так что бой прям отличный. В заключении, что анонсы? Что анонсы? Ой, у нас много на этой неделе. Давай по порядку. OpenFC. Ну давай, ты зарядил анонсы. Ну смотри. То, что я помню. Это Ryzen в воскресенье утром. Это OpenFC из Тюмени в 4 часа дня, по-моему. Или в 5? А может и в 5? В 16.00. В 4 часа дня в субботу OpenFC. В воскресенье Ryzen. Естественно, RWS. UFC, который можно будет смотреть, там будет драться Кананье с Имабовым. А он, да. И? И? Что? PFL Европа. PFL Европа, конечно. PFL Европа. PFL Европа тоже в субботу. PFL Европа, да. В субботу вечером в 19.00. Там турнир, насколько я помню, из Дублина. И там будут девушки драться. И, если не ошибаюсь, легкая весовая категория у парней. Тоже, в общем, гран-при в самом разгаре. Это не основная часть турниров. Очень крутой будет турнир PFL. Это чемпионская серия. 22 июня. И он совпадет как раз с турниром UFC в Саудовской Аравии. Там вообще, там где Волков и Павлович. Да, но там будет Джейсон Джексон против Армазана Курамагомедова. В общем, тоже очень крутой поединок. Так что можно будет и то, и то посмотреть у нас в ОКО. Ну, по этим выходным, получается, событий с эффектом ВАУ нет. Ну, уровня Махачева и Бивола, да. Но есть турниры попроще. Их довольно много. Да, будет что посмотреть. Выбирайте те бои, которые вам нравятся больше. За всем все. Это был подкаст ОКО за ОКО. Для вас вы, как всегда, провели Алексей Володин и Ян Баранчук. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok